вам видно да видно день добрый добрый или я не знаю сколько у вас сейчас не отворачивайтесь а то плохо слышно далеко от микрофона у меня у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет не против отлично я слушаю вас а значит я звоню из молдавии хорошо если знаете такую республику высшего советского союза я давно интересуюсь религии вопросы веры вопрос нравственности духовности и так далее так получилось что наткнулся на ваш мой канал и очень не очень трогательно очень позитивно в плане духовности и нравственности так получилось что я не знаю у нас стране вы немного отличаетесь от православных я я в этом не очень разбираюсь извините но в чем в чем именно разница как то вот здесь православные не так живут а как как-то знаете может быть номинально что ли да вроде по праздникам люди ходят храмы вроде бы детей крестят вроде бы все но в общем в эту как-то вот но не чувствуется что человек православный я даже как-то был на посещении в одной тюрьме и мне сказали мы здесь все православные я так задал вопрос а что вы тогда тут делаете и заключенных и у меня вот а у вас как-то по-другому вы можете мне ответить чем разница вы чем-то отличаетесь от вас по обычных вас павел звать до совершенно верно дело в том что ян златоус говорит для многих не для одного для многих слова христианин есть пустой звук вводящий других в заблуждение мы православные есть каноны и не один канон их семьсот девятнадцать правил как себя вести у нас все до одного соблюдается обыкновенные которые люди ходят храм то там храмах нарушается везде 413 правил которые мы обязаны соблюдать не два не три 413 то есть 57 процентов правил умышленно нарушаются у нас ни одного почему это огромные силы приложили все выправить мы с нуля строим православную деревню храм с тарелкой не ходят не за крещение ни за что нигде копейки никто не берет все исполняется все посты до одного то есть мы православно то самая крепкая вера и мы признаем московскую патриархию к нам приезжает метрополит служит от московской патриархии и он желает у нас тоже московской патриархия но совершенно не по не похожи не похожи по людям как вы ближе как-то если можно так использовать современное слово серьезнее к этому относитесь понимаете мы услышали вот сейчас говорим мы ничего не составляем ролики ведь у нас какие как есть такой пришел в гости его снял я выставил как утром идет занятие с детьми видно как дети у нас одеты как преподаватель служба идет какая тишина у нас нет передвижения нигде не никакого полная тишина за семь минут обязаны все войти в храм и полное молчание молиться просить бога милости молча даже не кланяться открывается царские врата и тогда начинаем все молиться благодарить бога на все работы полная тишина слава богу и знаете в результате того я с детства как-то интересовался интересовался но я взял один раз приобрел библию начал ее читать синодальный перевод я слышал что много переводов но вот я читал и я кстати неоднократно не читал и я начал понимать что многого много с расхождений в принципе с христианством тот посыл который христос давал люди отворачиваются я даже лично видел человека который вроде бы такой он по комнате по местожительству его иконы есть но я знаю что он много таких вещей не не очень скажем так мягко говоря положительных делать что-то таких случаях дело на тебя смотрит дева мария изображение дело что если что-то я хочу я взял от вернул икону что надо сделать повернул и как-то вот он к ней относится ладно поймать очень легкомыслив павел все заканчиваем пустоту не надо я не люблю это вот мы еще в это время не делаем я сижу это слушаю и когда я читал библию у меня возникло несколько вопросов если можно я и вам задавайте вопросы задавайте больше мету не рассказывать вот начинает патриар такой-то и путин такой-то я говорю они богатые богатые я бедный но у меня есть то чего у них нету а что у вас есть у меня давайте так конкретно вопрос я вам задам если можете ответить я наткнулся на евангелие от матфея по моему 23 глава 9 стих и там так написано что не называйте или не делайте отцов от сами и я хотел спросить у вас тоже нас называют отец такой-то отец такой-то потому что обычно православных так или батюшка у нас называют то есть правильно ли истолковывается это место с писания библию если хотите понимать нужно понимать только так чтобы ни одно место не противоречило другому потому что все в библии бога дохновенный дух святой написал через святых божьих мужей если сказано я весь это сектор ты так понимает не дело никакого изображения того что на небе вверху на земле внизу иконы долой я пяти университетах вел занятия передать тысячи людей прошли они все одинаковые иритики не православным я говорю ну давай на доске пишу на небе ничего нельзя что на небе делать изображение от конечно а вы святых рисуете давайте что на небе говорите ну солнце луна звезды облака все там не здание нету не сараев а еще что есть ангел архангелы херувимы серапимы небесная сила воинство сам господь бог так так это одна половина доски расчерчиво что у нас есть господь повелевает 20 главе горит не делайте исход а в 25 сделать их изображение херувимов перед которыми будет падать первосвященник ну и как сделай не сделаешь у бог не понимает что ли вы о чем говорить это значит нам нужно такое толкование чтобы было понятно речь идет не сделай того что уводит от бога а не того что приводит а где-то известно известно 41 глава 17 стих языке или сделай изображение в новом храме от пола до потолка внутри и снаружи изображение икон греческое слово икона вот и все а почему святых я задал вопрос не про икон я попутно говорю попутно вот речь какая идет на небе были праведники не было все шли преисподние места разбойник 1 в раю теперь праведники идут господу павел горжела разрешится и быть с господом и поэтому раз они на небе они изображаются и в храме все то есть люди которые связаны с сектантами все разваливается они ни одного места не могут сказать не называйте от сами не называть нельзя как же мы называем откуда известно апостол павел говорит у вас много наставников а отцов немного я родил вас а раз он родил то кто он авраам родилась исаака исаак якова родил полгать я родил я для вас отец почему павел отцом называется вот там ты у меня и самого знаете расхождение почему сам христос написал так что он имел ввиду я не спрашиваю что имел ввиду апостол павел а что имел христос под этим стихом когда он так сказал это и есть как родоначальник как учитель нового учения кроме того что дано ада я поставил учителями он сам поставил учителями не называйтесь учителями как как родоначальник учения а как передатчик в школе преподают учитель а дома называет отца тогда и отцом нельзя называть сектанты тогда мы отцами называю как папочка ну уж под дурака играете если нет и папочки и батюшки нету никого нету значит не об этом речь там идет и нам понимать писание как попало нельзя 6 вселенский собор 19 правило говорит не толковать библию вопреки тому как сказали святые отцы ян златоуст кто святой отец а почему тысячи людей пришли через него к богу он родил их раз родил отец нет и я я здесь полностью с вами согласен чтобы в тех тех местах да означает но что имел сам христос он имел ввиду что я родил вас создал как создатель а если создавали другие религии они говорили такой-то такой-то называет там кронос зевс венера чтобы этого не было да 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 и но сказал не называйтесь и он сказал ученикам если не ошибок вот они не сказал это фарисеем вот это было 23 главам дело в том что отец который родил духовно вот у меня обратились люди которые я проповедую меня со всего интернета везде отец игнатий отец игнатий в тюрьме также я говорю я не священник о нет я от вашей проповеди пришел от такой-то жизни вы меня родили заново в университете там по радио выступал у меня как говорит тысячи детей я горна рожала знать не знаю когда все время записки идут а я вас давно считаю духовным отцом это духовно отец когда духовно родил собою жертвуя ясно спасибо большое и последний вопрос не буду вас долго задерживать как вот поисках бога как правильно скажем так как по канонам я не знаю всех этих канонах но чувствую что душа тянется к чему-то все выше я верю что есть потусторонний мир я верю что есть что-то выше чем человек и так далее как прийти вот к вере к бога исканию как я могу сказать только как написано в писании как у меня было апостол павел послание кримином 1 главе объясняет они видят творение божие не познали сущего творца об этом премудрости соломона тувил как солнце на каком расстоянии земля сколько кислорода было бы больше вспыхнула земля бы меньше погибла жизнь кто дал этот процент единственной планете во всем мире триллиона этих звезд бесконечных кто это создал как у человека глаз устроен как ухо почему кто бог я не я это верю объяснять еще не надо бог не объясняет а сказала говорит верьте в меня кто не верующим сына божия не иметь жизни вечной 336 евангелие от иоанна а тут разные книги вот я беседую с кем здесь я каждому показываю вы это верите такую книгу вы знаете о мой другой вера ягрусь еще такая книга наверно ну да ну да аллах аллах я еще написано ни один не знает что написано коран а тут прочитать не может баран вы такие же как православные ничего не знаете столбами стоите и все ни один не знает две тысячи мусульман ни один не считал ни разу а нам только по арабски считать а ты умеешь нет а это перевод лучше сделаны мне надо было эту книгу достать я пошел москве в йеменское посольство я достану все равно почему я должен узнать из оригинала я увидел что мы разница как небо и земля я их не трогают то я задаю вопрос скажите вот у нас написано соломон а у вас сулейман это один и тоже да это один и тот же это ваш соломон я гру у нас авраама у вас и брагин это один и тоже конечно грамоты это мы знаем они не знают куда сейчас подведут я говорю у нас давид стал мы написал у вас дауд ну да это давид я говорю теперь дальше у нас у соломона четыре книги у вас четыре предложения даже нет усилиймана почему сразу заглохли я говорю у нас у авраама столько-то у вас и брагима ни одного слова нету у нас целая книга псалтырь салтырь большая книга среди библии а у вас у вашего дауда нет даже одной буквы неужели это непонятно почему а почему не агрессивно вы думаете как не знает я говорю надо учиться дело в том что кто образовал вашу религию это человек был интересный как говорят харизматичный но библии не было у вас у нас главы и стихи а у вас сура и аяты 5 40 47 66 аят и горячем говорят там написано про нас мы евреи и христиане люди писания а это было в седьмом веке кроме библии никакого не было и там написано всевышний дал вам и не жил евангелие по нему живите по нему я и живу а у нас как песня на евангелии кто будет веровать и креститься спасет будет а кто не будет веровать осужден будет все сразу не дочитал сразу падают как будто их не было я считаю свою книгу мне павильона в вашей книге чтобы я услышался я и слушаюсь вы не проповедуйте христа пришедшего во плоти первое послание и она говорит это дух антихриста ну думайте кто вы а к читаем галатам 1 8 9 стих если бы мы апостолы или ангел с неба будет не то благовествовать да будет она прямо проклятие р.м. и они сразу падают закрываются и все я по своей книге считаю вашу книгу я не трогаю я не называю вашего бога никак я говорю то что у меня написан я обязан это сказать господь горит идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасет будет кто не будет веровать осужден будет миллиарды дизлайков получите в году сразу замолкают и как будто не было падают я говорю тут вся трулетка собралась самая блудливая самая глумливая трусливая 95 процентов к сожалению вот я поэтому вам что-то такое знаете такое окошко света вот я с вами решил связаться и вы в начале сказали стих там по-моему кремлинам самый первый я извиняюсь вы очень много просто перечислили стихов и там где написано что увидели не познание были что-то такое за ученики а нам этого не надо написано если мы христа знали по плоти то отныне не знаем тот христос который был во человечестве девы марии он жаждал жажду другом месте есть хотел другом место устал уснул такого христа не знаем он воскресший ни в чем этом не нуждается он вас крест если я я верю в бога знаете как я не знаю какие дальше шаги делать я хочу именно познать углубиться его вот я не знаю информацию я поверил информации если так можно сказать так что по я не знаю какие не мудро считай считай ходи в храм обязательно сходи в храм исповедуйся и на наших ресурсах пасись хорошо что ты пришел молодец ты спасибо вам большое получил получил я самое чистое чище этого нету спасибо большое дело в том что спасибо его не ищем нисколько ничего я нигде не выгадываю ничего не перед тем не поклоняюсь я прямо говорю что написано я не не тогда у меня но я так не и не могу понимать библию поэтому вам вас и спрашиваю хотел бы узнать ваше мнение первое начинайте начать бороду не трогайте бритву выброси чтобы ни одна щетина была была борода бог сотворил так человека покорись в малом а это что как подкаблучники две мамы в доме бритые ты мужчина ты скала она должна знать жена что не подкаблучники не стриги какая есть такая должна быть маленький начни сейчас масленица заканчивать сейчас будет великий пост 7 недель в рот мясо не бери молочного яйца растительное масло только в субботу и воскресенье ты православный защита держись они с какими ритиками не разговаривай перетики хорошо все не от бога потому что они не церковь они мне церкви они хулить или церкви а кого избегать тогда потому что у нас много разных ты имей православную церковь и все больше никуда не ходи ясно спасибо вам большое не спасибо спасибо христос говорят пасе христос но я извиняюсь я не учить говорить ты знаешь что мы строим православную деревню где нельзя лгать пить я видел у вас семья какая есть да у меня жена у меня четверо детей ну так вот можешь мы же на ту же следующий раз и мы вместе познакомимся у вас кишиневе и пасим у тебя спали то ваш город но в принципе да ну да приднестрове там мои все книги находятся в библиотеке 38 томов про во всех городах европы везде это 650 городов посетили мы на машине и подарок сделали 35 миллионов рублей мы от барнаула дошли до владивостока потом до лиссабона скандинавия прибалтика север и турция это никто никогда не делал это мои книги которые у меня вышли мои книги 38 томов каждая книга 750 без страницы 64 страницы фотографий дай бог чтобы было на пользу чтобы они не как люди повернут она и библия не у каждого на пользу ну да да люди многие хорошо благодарю вас слава иисусу христу слава ему я сейчас скину ресурсы свои и скину как у нас идут занятия сегодня будет на наших занятиях и утренние молитвы когда у нас с нами поможешься увидишь как мы молимся договорились договорились отключайся сейчас не отходи я сразу вам накидаю материалы